Всем привет! Мы в Черкасах. Так, вот так вот меня сейчас будет видно, потому что я еду и по другому камеру поставить не могу. Но главное, что меня будет хорошо слышно. Мы в Черкасах, Маша сейчас у папы. С ночёвкой ушла. Сегодня я была у Лены в Редины Лайф. Мы снимали видео на её и на мой канал. Мы играли с ней в игру. В ВКонтакте, короче, посмотрите. Скоро у меня на канале и у Лены на канале. Я сегодня так запорола Маше видос. Мне так максимально плохо я себя чувствую по этому поводу. Мне так жалко Машунечку. Она попросила меня такую мелочь, мам, сделай фокус, настрой фокус на фотике. То есть она поставила фотоаппарат, села, и мне нужно было зафиксировать на ней фокус и нажать там такая кнопочка на экранчике, чтобы этот фокус зафиксировался. Я нажала. То есть я навела ей на лицо, наткнула пальчиком на этот самый. То есть на ней сфокусировался фотоаппарат. И я нажала типа так и зафиксировать. Представляете, она час рассказывала про саморазвитие. Вышла из комнаты и говорит, фух, так тяжело было снять, что у меня много информации. Я хотела без воды, ну и обо всём рассказать, и чтобы не сильно долго. Ну короче, в итоге всё равно час рассказывала. Это было у бабушки, она снимала видео, я с мамой разговаривала. Там у нас был ноутбук с нами, она должна была его там смонтировать, а потом поехать к папе. Мы покушали, она села перегружать в компьютер видео с фотоаппарата. Выходит, говорит, это капец. Фокус не на мне, а на заднем фоне. На маленьком экранчике абсолютно это было не видно на фотоаппарате. То есть на ней был фокус, я нажала, всё вроде в фокусе. Но надо же было присмотреться ещё раз, внимательнее. А я этого не сделала. Я налажала конкретно. Из-за меня Маша начала пытаться вывести этот фокус уже в программе. Короче, она там и плакала. Когда я уехала, она сидела очень долго, мучилась с этим видео. Пыталась в программе исправить фокус, как бы резкость там сделать. Пересмотрела кучу видео о монтаже на эту тему. В общем, в итоге ничего не получилось, всё было плохо. Видео она перестала монтировать. Сказала, нет, всё, я не хочу в таком качестве видос себе на канал. В общем, не хочу позориться. Ничего не получится, завтра видео не выйдет. В общем, расстроенная капец. Я на себя злая ужас. Ну, просто... Короче, так налажала. Так жалко. Действительно, она так старалась. Из-за меня у неё не выйдет видео теперь. Ей придётся всё переделать. Она столько времени потратила на съёмку, столько времени потратила на то, чтобы этот монтаж попытаться всё-таки сделать. И ничего не получилось. Я сейчас еду домой. Паша какой-то расстроенный. Тоже переписываюсь с ним, как никогда. Обычно, ну, так как-то радостно, смайлики, знаете, переписки как... Ну, настроение видно. Я приезжаю, он в настроении. А сейчас что-то я смотрю, он вообще без настроения. Переписываемся как-то сухо всё, да, нет. Вот как-то так, короче, толком созваниваюсь. Один раз он был на работе, замороченный. Ну, как-то не очень даже так хорошо поговорили. Ну, как-то коротко и быстро. И... Не знаю, сейчас еду домой. Должны увидеться. Как вечер сейчас пройдёт, понятия не имею. Что-то надо будет готовить ужин. Буду снимать, как будем готовить ужин. Как вот это, с таким настроением, дальше день закончить, а? Не знаете, что вы делаете, когда у вас не складывается всё? Не задался день с утра, с самого начала, и вот так вот. Нажимай. Вот, красный. А, рек. Заново. Ах, сначала он носил фотоаппарат, потом кто-то думал, что записывает, а он записывал. Поэтому рассказываю ещё раз. Мы ругались, смирились, но мы ругались. В это время мы ездили с места на место, потом мы поехали в бар покушать. Не нашли там, что покушать. Поехали в магазин, решили сами приготовим. Ходили-ходили, я ничего не могу захотеть. Смотрю, всё не нравится. И потом я увидела сало и сказала, я хочу сало. Представляете, я хочу сало. Ну, старенькие подписчики точно понимают, что это нонсенс. Потому что я писала, а тут прям очень захотелось. Ну, поскольку сало я ем редко, Паша тоже, видимо, потому что мы не знали, какое вкуснее, которое выбрать. И как вообще определять сало. Мы купили разного. А вы едите сало? Да, пишите в комментариях, любите ли вы сало. Я сало ела в детстве только в одном виде. Мне дедушка замораживал в морозилке и потом тоненькими такими, аж просвечивающимися, такими штуками резал. И вот я могла кушать с хлебом. И с чесноком я очень любила сало. Боже. А с чесноком перетёртое сало, перемолотое на мясорубке, на хлебушек. О, прям вкус детства у меня. Прикиньте, вкус детства сало с чесноком. Ну, вообще супер. Да. Ну, это так, это у нас... По тебе не скажешь, что ты ела сало, конечно. Мало, я ела сало, очень мало. Это у нас апелетильчик называется. А сейчас будут готовиться основные блюда. Но мы сначала перекусим, потому что мы очень голубые. Да, о, сыр, правильно. Молодец. Солнце у меня. Очень умный мальчик. Умный и любимый. Да, иногда противный. Вы этого не слышали. Нет, нет, это не про него. О, все мальчики самые лучшие в мире. Особенно, которые с нами. Так, ещё и супермены. Господи, это же вообще. Это сыр пармезан. Очень вкусный сыр пармезан. Просто рекомендую. Попробуйте. Он есть очень дорогой и очень... Ну, и не очень дорогой. Весь дорогой. Но есть за 700 с чем-то гривен. Почти 800. А я за 300 с чем-то гривен. Одинаковый. Что тот, что тот. Поэтому не припачивайте за пармезан. Берите дешёвый. Это польский. Вот это стоит... Сколько? 29 гривен? О, да. 29 гривен. Сколько грамм? 354 гривны за килограмм. Да. Ну, где-то 900 рублей за килограмм. Хлеб. А не его. Ряженка. Это ж молочный продукт. Ты ж молоко не пьёшь. Это пизмолочный. А, да? Ну, ладно. Какой вкуснее. Она раскидала сало по всему. Мы прервёмся ненадолго. И потом к вам вернёмся. Не сразу. А. Еречневая каша. Очень полезная для мужчин тоже. Так что не надо мне писать, что ты там Машу кашками кормите. Ты знаете, что каша это вообще самая полезная еда. Не то, что там пиццы, там макароны. А самая полезная знаешь какая? Какая? Буряковый борщ. От спани. А что ты приныкала? Давай будем съедим, а? Что ты там ныкаешь от меня? Что я приныкала? Короче, когда я уйду, ты сама съешь. Кого? Ну, а что ты там спрятала там в углу? Авокадо? Я не знаю. Да, зоныкала. Он уже мягкий. Я просто по привычке его плачила. А, ну да, конечно. Конечно. Ты ешь гречку, а авокадо я вот там раз... Я с ним утром. Ну да. Нет, просто ужас. Ну, что ты начинаешь? Я привыкла, что авокадо обычно зеленый, и он еще 2-3 дня лежит, до того, как мы его съедим. Нет, так я нормальный выбрал. Да. А я живой просто ему. Ну, я понял. Зажала. Ну что, не понял? Да, я... Так я же... Да ладно, можно было не чистить, я так пошутил. Уже будешь есть сейчас, понял? Авокадо. И делай вид, что тебе вкусно. Косточку мне дашь, да? Взял меня, опозорил ты, да, перед людьми. О, так смотри, как чистится. Это он уже спелый, да? Да. Уровень? Да, да. Знаете, авокадо спелый. Это надо постараться. Так я перемацал все. Да? Перещупал. Перемацал. Да. Наверное, там не поймут такое слово. А девочек в школе мацал? Привнавайся. Да. Да? А как это? А вообще, чем думают мальчики, когда вот это зажимают девочек, там, в каком классе? Седьмой, восьмой, да? Когда начинают... Ну. Вот это, начинается зажимание, где-то там, между шкафами. Но сначала по приколу. Вообще, мы на физкультуре, когда переодеваются, там, раз, раз, там, заглядывали. А так, вообще, ну, сначала по приколу. Ну, они ж... Вы ж бьетесь всегда, как бы... Меня никто не мацал. У меня сиськи выросли в шестнадцать. Я уже школу закончила. Но я видела, как других девочек достают. Боже, бедные, как они страдали. Ну... Слышу виска. Пожаловал! Руки брал! Ужас! Думал, господи. Ну, да. Ну, сначала по приколу, а потом уже... На самом деле, я думаю, что некоторым девочкам это даже нравится. Да, конечно. Нет? Знаешь, как девочки в этом возрасте стесняются, что у них будет? Да. Да. Ужас! Это травма, когда вот так мальчики себя ведут. Мальчики, не делайте так! Хотя, кому я говорю? Даже бесполезно. Ну, в такой возраст, Саша. Что поделаешь? Ого, ты что, все порезала? Ну да, скажи, что я зажала. Видишь? Капец. Мне ничего для тебя не жалко. Кстати, авокадо, да какая-то трава. Как она может нравиться? Вообще непонятно. Я обожала она как. Лучше вот это. О, смотри. Наверное, кто-то сегодня поправится. Я, конечно, нет. А вот Вика его наберет. Я только за. Сами понимаете. У тебя есть нелюбимое имя? Да. А если бы меня звали этим именем, ты бы со мной не познакомился? Нет. Если бы тебя звали Приска. Ну и что, Присечка моя? Присюсечка. Так, это вырезать надо будет. Есть такое имя Приска? Конечно, есть. Есть. Ну, прикинь, пришла с кем-то в ресторан. Привет, Приска. А ты с кем? Ты с Приской придешь? Ешкин кот. Ну да, неудобненько как-то. С Присеньки Анатольевной. Все, и сразу звучит и начали. А есть еще на украинской меме такое, знаешь, Трохим. Да, знаю. Трохим. Ну да. Ну вот как, если бы я был Трохим? Я бы тебе переименовала просто, и все. Оператор. А. Аня, устала? Так что-то уже трусится. Надо передыхать. Авокадо – это трава. Не ешьте авокадо. Вообще. Лучше покупайте ману. А еще лучше ешьте вишни. Яблоки. Наши фрукты для нас. А экзотика? Для... Экзотов. Да. Упрощенный вариант приготовления курицы. Кусочками режем. Вот это вот приправа. Очень классный состав. Курица приправа до курки. Солим приправкой. Перемешиваем. Крышечкой накрываем и тушим. Офигенно получается. А если еще туда лучок, потом покрышить сверху. Уже почти когда все готово. Вообще уникальное блюдо выходит. Вот, смотрите. Я посолила уже. И приправкой. Сейчас оно чуть поджарится. Я его переверну. И опять посолю и приправлю. Добавила помидорчики и лук. И сейчас все это еще вместе вот так вот прожарится у меня. Там гречневая кашка сваренная. И вот эти вот. Паша перекусил и пошел купаться. А я все как раз приготовила. Смотрите. Такая вот курочка. Туда помидоры и лук я добавила. Здесь у меня каша. Мы, правда, уже объелись вот этим салом. Оно такое сытное. И уже кушать не хочется. Но Паша посмотрел сюда и сюда. Сказал, нет. Это я хочу попробовать. Вот так. Сказал, мне много не накладывай. Я уже все накрыла, жду. У меня бананы сейчас будут возмущаться. А что ты себе не положила? Ого! Можно я буду в футболке в трудах? Можно. А крема нет никакого? Есть. Потом? Все тот же. Какой, дитяще? А где он? Я не нашел. Где-то там. Если там нет, то это... Ага. У меня гречка, а у тебя бананы, да? У тебя курица вообще-то, а не гречка. Садись, ешь. Давай, пробуй. У меня место на карте памяти заканчивается. Мне нужна твоя реакция. Как все вкусно. Ложка и вилка? Да. Да. Вот это уровень. Да, все. Я бы не женился. Вот это твоя непонятная мне фраза, когда я бы не женился. Что означает эта фраза? Я бы не женился. Это значит так... На вид. А по какой системе? Это мне по 5-балльной или 12-балль? По 10-балльной, да? О-о-о. Вкусно? Да. Уровень такое мягенькое, не сухое. И вообще в меру. Меня когда хвалят, у меня еще больше стимула. Так, 8+, это о-о-о, 10-балльная система. Гречку едим ложкой. Гречка. Гречка. Лучше мясо. Гречка сильно гречневая. Это как для меня мясо слишком мясное. Почему я не ем мясо, оно слишком мясное? А вообще мне детская психологическая травма, я когда-нибудь расскажу. Из садика. Я поняла, почему я мясо не ем. Страшная история. Не, гречка нормальная. По 10-балльной, 7+. 7. А какая должна быть на 10 гречка, мне интересно? На 10 гречка должна не отдавать гречкой. А, то есть, надо было зажарку в гречку. Надо было курицу перемешать с гречкой? Да. Тогда бы было. Это просто гречка. А ну мешай. Теперь все вместе. Отдельно попробовал курицу, отдельно гречку. Зажарка. Да, да. Как она, не зажарочка, как она называется? Подливочка. Подливочка, да. Она должна, знаешь, такая. Вот так вот. Вот я, в принципе, так и планировала гречку высыпать в курицу. А потом подумала, вдруг... Вот так 10 баллов. Ну, это уже я сделал. Такой взял. Вот так 10 баллов. Это уже я сделал. Должна же была я что-то хоть оставить для тебя. Согласен. Все. Чтобы ты тоже себя мог похвалить. Все равно, вообще, супер. Мясо бомба. Гречка гречневая. Ну, все равно сало лучше. Сало лучше? Нет. Чем мясо... Это ж проще. Еще раз купим просто сало, я не буду париться. Не, мясо вне конкуренции. Дал бы я уже 10, но для того, чтобы было туда стремиться, 8. Короче, iPhone 8+. А, ну норм. Да? Ну. Это тебе не Samsung. Так, попрошу Samsung не бежать. Есть у них нюансы, конечно, но и у iPhone еще не меньше этих нюансов. Безотказные. Ты знаешь, что Дима свой iPhone постирал в стиралке? Ну, да. Ну, и что, работает? Дима постирал телефон в кармане штанов в стиралке. Увы, ну, и он работает. 8? Нет, 7. 8 у него. 7? У меня 8 у него 7. А давай твой постираем. А мой в ванной нырял нормально. А, я помню. Режу в ванной, разовариваюсь с Пашей. Такая бульк. Я такая раз, телефон утонул, перезвоню. Я его просто протерла полотенцем и тут же перезвонила. Все, работала. Не сушила, не глючила, ничего. Спокойного значения дня. Читайте умные книжки. Ого, вот так. Подписывайся на канал Баня Викторича. Вот так надо сказать. Ну, ну что, нет. Да, надо. Давай. Приготовьтесь. И подписывайся на канал Баня Виктория. Игорь Негода. Продолжение следует...